На подписании Харти собрались представители шести политических партий, партия из социальных реформ, избирательной комиссии города, председателя Центральной избирательной комиссии и заместитель главы курорта Константин Чеботай. Инициаторами выступили политические партии при поддержке Горизбиркома. После переговоров соглашение было подписано представителями не всех партий. По пожеланию и внесенным дополнением от представителей КПРФ и Яблоко было решено внести дополнительные изменения в соглашение. Были замечания, которые Игорь Васильевич сказал. Есть в них какой-то смысл доработать. Мы, конечно, подписались здесь с удовольствием. Единственное, что в течение недели сейчас еще будут какие-то доработки. Мы все выскажемся, встретимся уже отдельно и через неделю, наверное, уже немножко Харти добавится. Сама по себе Харти – это хорошо. То, что она ничего никого не обязывает – это плохо. Но лучше, чтобы она была, чем чтобы ее не было. Будем так говорить. А хотя бы первый робкий шаг – попытки власти, так сказать, выйти на диалог в предвыборный период. А как этот диалог будет развиваться дальше – это будет зависеть прежде всего от самой власти, ну и, конечно, от активности тех членов партии, которые здесь представлены. Что касается территориальных и участковых избирательных комиссий, то уже все участники посещают семинары, где изучают изменения в законодательстве. В частности, касательно общественного контроля. От каждой партии или кандидата может быть направлено два наблюдателя. Работать они могут только на одном избирательном участке. Данные о наблюдателях должны быть направлены в соответствующую территориальную избирательную комиссию за три дня до начала выборов. Наблюдатели вправе вести фото-видеосъемку во время нахождения на избирательном участке. Здесь тоже есть ограничения, которые заключаются в том, что наблюдение, то есть видеосъемка ведется с места определенного участковой избирательной комиссии. Изменения коснулись и правила посещения избирательных участков средствами массовой информации. В день выборов, а также подсчета голосов, журналистам необходима аккредитация. Она выдается Центральной избирательной комиссии России с 29 июля по 28 августа. Избиркомам Краснодарского края с 29 августа по 14 сентября. На всех остальных заседаниях, а также при выдаче открепительных удостоверений, аккредитация для СМИ не нужна.